Про калибровку датчика положения дроссельной заслонки Как гласят инструкции к автомобилям, регулировка этого датчика не требуется Потому что блок ЭБУ воспринимает холостой ход как нулевую отметку И в общем на этом месте видео можно было закончить Потому что регулировка датчика дроссельной заслонки не требуется На автомобилях ВАЗ, на автомобилях ЛАНОС, а на автомобилях СЕНС Калибруется только положение при полностью открытой дроссельной заслонке Там это положение калибруется Положение полностью закрытой дроссельной заслонки на автомобилях СЕНС тоже не калибруется Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги Из этого счастливого списка автомобилей, где этот датчик регулировать не надо Выпали автомобили SENS и почему-то выпадают некоторые автомобили ВАЗ Простое снятие этого датчика неисправного с автомобиля И установка исправного датчика на автомобиль без калибровки На этих чудных автомобилях зачастую и почти всегда Приводят к проблеме повышенного холостого хода А все дело в том, что на автомобиль SENS поставили дроссельный патрубок автомобиля ВАЗ-2112 У автомобиля ВАЗ-2112 в компьютере зашита прошивка, которая отключает регулятор холостого хода При 0,7 вольтах И этот дроссельный патрубок сконструирован так вместе с датчиком Чтобы обеспечивать этот параметр отключения РХХ при 0,7 вольтах То есть при полностью закрытой дроссельной заслонке величина напряжения на управляющем канале датчика положения дроссельной заслонки должно быть меньше 0,7 вольт У 212 модели Так у нее заложено в компьютере А вот у чудного автомобиля SENS в компьютере заложена циферка это 0,5 вольт И почему-то у некоторых автомобилях ВАЗ встречается эта циферка Вместо 0,7 почему-то зашита 0,5 И вот эти автомобили имеют поголовные повышенные холостые хода И вот это видео То что я делал Где я искал Куда смотрел Что мерил Чтобы обеспечить своему SENS нормальный холостой ход Искал это я долго И ни одно СТО помочь мне толком не могло Имеется автомобиль SENS у которого проблема с повышенными холостыми оборотами Так ну теперь возьмем Подключим тестер К датчику На автомобиле Включим зажигание И посмотрим сколько дает Сигнальный канал На ибу вольт И имеем 0,57 вольт Смотрим сколько будет При полностью Открытой дроссельной заслонки Если бы еще Ручкой туда залезть Так при полностью открытой Дроссельной заслонки 4,15 вольт То есть больше 4 Что тоже в принципе хорошо Ну и соответственно Если открывать потихонечку Что на этой машине очень неудобно То показания вольтметра должны изменяться Плавно Лучше это конечно смотреть на цифровом Вольтметре Вернее на аналоговом Со стрелочкой Потому что цифровой Очень много думает Долго И не видно Если будет провал Хорошо Посмотрели Так теперь подключим запасной датчик Включим зажигание И посмотрим что он покажет в свободном положении В свободном положении покажет 0,36 вольт В крайнем положении регулятора И В самом другом крайнем положении При полностью выключенном 4,77 То есть максимально что он может выдать Это 4,77 вольта Минимально 0,36 вольт Все на что он способен Ну и теперь попробуем сделать все тоже Но на заведенной машине И посмотрим как он будет Действовать на работу мотора Какой будет оказывать влияние Так Ну как видно машина завелась И работает на холостых нормально С датчиком Вне штатного места Снятым по штатного места Подключенным И с полностью закрытой дроссельной заслонкой Мы проверяем При скольких вольтах Начнет Отмечаться Работа датчика РКП Тогда он перестанет функционировать Сейчас 0,39 вольт Потихонечку добавляем 0,40 Колостые 0,39 Колостые 41 Колостые 42 Колостые 49 Колостые А вот при 0,50 Достаёт работать Датчик РКП И колостые легко повышают При дальнейшем добавлении Ничего не происходит Дальше он Никак не ромирует Соответственно Так как стандартные ушки Не позволяют Проводить регулировку Напряжение На этом датчике То ушки Я допустим взял и Расточил Чтобы загнать показания Этого датчика Ниже 0,5 вольт Так Ну а теперь Смотрим Как подпиленные ушки Повлияли На полностью закрытой Дроссельной заслонке Стало 0,48 вольт Меньше чем 0,5 Это радует А при полностью Открытой Стало 4,10 Что больше Четырёх И это хорошо Ну а теперь Результат всех этих деяний И довольно положительный Ну а теперь О горьком Сразу скажу Что не все йогурты Одинаково полезны То что я поставил На сигнальном канале Датчика 0,48 вольт И таким Образом Стабилизировал Холостой ход Это я конечно Большой молодец Но в этом деле Есть большая Ложка дёгти А проблема Именно в том Что при малейшем Засорении Дроссельной заслонки Как только Она чуть-чуть Перестала Закрываться До конца Напряжение На сигнальном канале Из 0,48 вольт Вырастет До 0,5 И мотор Снова Потеряет Нормальный Холостой ход И будет иметь Повышенный Таким образом Я Как и большинство Владельцев Сенс Опять Вступаю В ряды Мойщиков Дроссельной заслонки Заслонку Придётся Моить Часто Густо И постоянно И каждая Мойка Дроссельной заслонки На непродолжительное время Будет приносить Мне Счастье Так вот Чтоб счастье Было постоянное И чтобы Покинуть ряды Секты Мойщиков Дроссельной заслонки На самом деле Датчики Нужно Подбирать Один и тот же Датчик Дроссельной заслонки Имеет Разное Сопротивление И датчик Нужно Вывести Хотя бы На параметр 0,4 Вольт Лучше 0,35 Вольт Когда он выводится На такой параметр Нижний Проблемы С мойкой Дроссельной заслонки Пропадают И холостой ход Становится нормальным Стабилизированным И приходит Счастье В дом Но датчики В такие параметры Загоняются Не все Их надо Подбирать Иногда с десятка Можно выбрать Только один Который можно Загнать В эти параметры Другие девять В эти параметры Загнать Не представляется Возможным Потому что Производитель О нас позаботился И засунул В машину У которой В ЭБУ В прошивке Стоит 0,5 Вольт Дроссельный Узел От машины У которой В прошивке Стоит 0,7 Вольт И сам узел Спроектированный Под эти 0,7 Вольт Вот оттуда И растут Проблемы Можно конечно Пойти кардинальным путем И поменять Прошивку В ЭБУ Где будет указано Отключение РХХ При 0,7 Вольт В таком случае Любой датчик Будет устанавливаться На дроссельный патруб На своей машине Я датчик Все-таки Подобрал И решил Проблему С холостым Ходом И эта проблема Уже не появляется Очень долго Значит Нижний параметр На моем датчике 0,33 Вольта Верхний 4, 0,6 Вольт Ну будет Другое видео Его можно будет посмотреть Не будут показаны Эти параметры